Сегодня дождливо, сыро и прохладно. Первые выходные июля. Там вообще заморозки обещают. С погодой не очень. И неделя была достаточно хорошая, поэтому отдыхали со вторника до четверга. То есть три дня я был в отпуске, скажем так. Пропущенных звонков огромное количество. Вот приехали колеса на промах, и я сушу байдарки с прошлых выходных. Только включил телефон полчаса назад, уже звонков 50. Такое чувство, что вообще никто в городе велике что-то не чинит. Значит, привезли ХВЗ. Здесь все очень плохо. Чтобы разобрать заднее колесо, надо снимать звездочку полностью, разбирать весь механизм. Чтобы поправить переднее колесо, надо новый обод. Клиент хочет кататься на старых ободах, поэтому поправить мы, к сожалению, не можем. Колеса, то есть только настроили задний переключатель. Этот велосипед готов. Клиент не успел его забрать вечером в пятницу, потому что мы его закончили только в 10 часов вечера. И вот сегодня приедет, его заберет. Этот велосипед сейчас будет чуть-чуть доделываться. Здесь есть небольшие проблемки. Здесь, к сожалению, сломана вилка. Вилка вроде как доставка сегодня. Возможно, сегодня я его покрашу такой вот золотой краской и дальше уже завтра буду собирать. Такие велосипеды мы не ремонтируем, но клиент очень сильно попросил. Будем переделывать заднюю втулку на прома, двойной обод, кассета. Соответственно, он более-менее куда-нибудь поедет. И вот здесь все, что у нас в работе висит на данный момент. Ждем вилку. Здесь у нас с одного велосипеда переставляем все запчасти. Переставляем запчасти на другой велосипед. Ремонтируем, ремонтируем. В общем, работы, скажем так, очень много. На сегодня, наверное, все не сделаем. И плюс вот огромное количество звонков. Не знаю, что сейчас будет через полчаса, когда я откроюсь. А мне надо еще байдарки все сегодня выдавать вечером, потому что сегодня пятница, первые выходные июля. Погода не очень, скажем так. Работы очень много. Вчера было пасмурно и дождливо, а сегодня солнечно и красиво. Но народу было вчера дофига. С одной стороны, люди испугались плавать на байдарках. И не все байдарки у нас забрали. А с другой стороны, велосипедисты упорно и катаются. Вчера, наверное, великов 10 мы успели починить в течение дня. Но нам по мелочи. Там кому-то каретку поменять, кому-то переключатель настроить. Кому-то поменять покрышку и камеру. То есть, таких мелких ремонтов штук 10 было примерно за день. Привезли велик. Стелс очень-очень старый. Но при этом абсолютно живой. Несмотря на внешний вид, втулки в отличном состоянии. Нужно только небольшие восьмерочки подправить. И тормоза настроить, соответственно, после этого. И вот все, что у нас тут стоит. Доделали стелс. Это все починили. GT-шку сделали. Привезли каратэч. Сразу же его починили. Здесь тоже замена каретки. И полная настройка всего переборок втулок. Вот этот сделали. Вот этот сделали. Осталось сделать только стелс со сломанной вилкой. Вилка вроде как вчера должна была приехать. Но почему-то перенесли доставку. Должна приехать сегодня. И сейчас в данный момент у нас получается в сборке. Вот этот рок-райдер на новых компонентах. На новых запчастях. Принесли вот такой малюсенький велосипедик. У него каретка американка. Штун и кочерга. Все полностью разбито. Надо полностью менять весь кареточный узел. И здесь у нас пока лежит то, что пойдет у нас на рок-райдер. Скажем так. То есть в принципе объем работы на сегодня вот два велосипеда. Три велосипеда. Ну вот тут дорожник со сломанной вилкой четыре. А и вот еще сборочка стоит. Тиропорезный велосипед. Опять очень сильно мятая коробка. Опять снимали на видео распаковку. Но в целом все хорошо. То есть просто коробка оказалась помята в районе колеса. Не в районе вилки, как в прошлый раз. Когда клиент приехал. Распечатываем коробку, а там вилка в смятку. Пришлось велосипед ему возвращать. Он заказал новый. Здесь с вилкой все в порядке. Тоже будем собирать. Так что на сегодня пять великов уже в очереди стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok